Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Это экзанима. Посмотрите сюда. Это версия 0.8 0.1. Это бетка, да. Игра еще не релизнулась, но мне ее очень сильно советовали и говорят, что она очень сильно отличается от всего того, что мы знаем и вообще очень стоит нашего внимания. Давайте посмотрим. Я еще до сих пор не знаю, что это будет отлично. Ха-ха, это я! Давайте кожу посветлее-то сделаем, наверное. Или это лицо было? Вот кожа у нас, да? Вот так вот сделаем. Так, male, female. Ха-ха-ха, нет, вы этого не видели. Все, короче, забейте. Ха-ха-ха-ха, этого не было. Причем, вы заметите, там волосы оставались. Ладно, высота. Да ну не знаю, возраст. Да пусть так будет. Я в этом всем не особо-то на самом деле разбираюсь. Тут можно изменить кучу всяких параметров. Лицевые волосы, то есть борода. Без понятия. Голос? А-а-а... Пусть. Пусть будет так. Так, на самом деле мне это пока ни о чем не говорит. Волосы прямые, да? Ну, он лысый. Я понимаю, что тут можно выбрать любые другие волосы. И выбор тут довольно шикарный. Ха-ха-ха! Ползунок вниз есть, а выбора внизу нету. Это прикольно. Ха-ха. Ладно, на самом деле мне сейчас не особо важно, как будет выглядеть мой персонаж. Давайте, да. А где имя-то? А, вот имя вводить. Младушек. Вот так вот. Пусть. Ну что ж, так, это наши шмотки, я так понимаю. Скиллы, скиллов у нас... Я не пойму. У нас пока ничего нету, да? А, хотя... Маневр в броне... А, я мог что-то одно выбрать? А, вот это вот... Вот этот скилл, так понимаю, позволяет нам наносить удары даже когда нас бьют и всякое такое. Так, ладно. Ага, мы можем тебя вот таким образом одеть, дружище. Штаны чисто по текстуре отличаются. В принципе, меня это все, наверное, устраивает. Я не знаю. Посмотрим, посмотрим. Так, выучить. Чувствительный... Окей. Нужна вот эта вещь, да? Ну, то есть... А у меня-то опции-то нету, собственно, да? Что я хочу выбрать. Ладно. Сказано, выберите новую силу, но... Я так понимаю, что выбрать я не могу. Или это и был выбор? Я на самом деле не понимаю пока что происходит. Ладно, давайте, пойдем. У нас есть, так я понимаю, жизни и манна. И вот есть мы, которые так хорошо сливаемся с полом. Суперски. Ага. Ладно, мышкой ходить можно. То есть можно ходить на клавиши, нажимая вперед, и всякой такой, шифтом бегать. А можно... Мышкой бегать. Но это как минимум уже интересно. Ну, то есть такого не было. Можно нажать потихонечку, и можно мышкой дальше, и тогда он побежит. Так. Ладно. А у меня есть инвентарь. Да, у меня есть инвентарь. Основной, второстепенный. Фонарь. Ну, фонарь в смысле, факел. Просто вы знаете, в английском языке слово торч, оно обозначает и фонарь, и... А! Вот, окей. Окей, можно сделать вот так. И теперь мы с этой штукой ходим. А как мне его теперь... Вот так. Все, я понял. Металлическая палка. Как мне к себе в инвентарь положить, если, допустим, я хочу ее взять? Вот так и положить. Окей, ладно, договорились. Будем... Ай, да что ты падаешь-то? Будем ходить потихоньку. Я пока еще не понял. Наверное, я мышью буду ходить. А, я могу поднимать вот так вот предметы? А... А как мне... Ага, все, я понял, как мне. Ладно. Так, у меня есть палка, и у меня есть фонарь. Тут есть корзины. Что-то я могу поднимать, что-то нет. Что-то я могу передвигать, что-то нет. Окей, договорились. Ну, блин, чувак падает, это не очень хорошо. А-а-а... Так, мне бы на самом деле узнать, как здесь... драться? Если мне здесь придется драться, я на самом деле не знаю. Ну, наверное, да. Так, мы вышли из нашей комнаты. Почему я не могу это подвинуть? Могу. Ну, только в пределах разумного. И так. А, кстати, вот это, может быть... Знаете, что? Что, если я хочу... Да, вот палку вытащить. Что это у тебя, вот это вот, дружище? Что это такое? Что это за... А-а-а! Таб! На таб у нас меняется, я понял. Хорошо, значит... Давай палку обратно. Есть. У нас меняются режимы между мирным и немирным на таб. То есть, пока мы ходим и следуем, нам не надо никого бить, и все хорошо. Ну, все, супер. У нас есть проход туда, проход сюда. Пойдемте глянем сюда. А получить информацию, то есть, вот эта палка, у нее какой-то урон есть. Я не знаю, ребят. Там что-то... А повернуть камеру я тоже не могу, да? То есть, если... Тут есть дверь. Я же подозревал, что тут есть дверь. Я хотел сюда зайти. Но здесь ничего нет. Наверное, да. Вот это немножечко, наверное, неудобно. Потому что я бы хотел, например, уметь поворачивать камеру. Иди, пожалуйста. Так, карта у нас, я так понимаю... Узнать бы... А, вот, так. Угу. Это оказалось последним... Последним листочком письма. И помочь ему в чем бы то ни было, все, что ему понадобится. Если все остальные не смогут провалиться, тогда восстановите любую информацию, которую он собрал, и принесите мне. потенциал в тебе... То есть, будет удачлив здесь, и мы найдем для тебя место. И нацарапанные... На обратной стороне нацарапанные слова есть другой выход. Ну... Тут какой-то... Тут какой-то чувак с топором, если чё. В комнате был. Но у меня... Чувак с топором, но он меня не атакует. Я не знаю, что от него ожидать, и стоит ли от него что-то ожидать. Тут явно какой-то столик, табуреточки, бревна, еще что-то. Так, окей, значит, тут есть кто-то еще, но я не знаю, враждебные они или нет. Я его выпустил, тоже не знаю, хорошо это или нет. Вообще, местечко выглядит крайне недружелюбно, и люди подобной наружности с топорами, которые здесь слоняются, мне не нравятся. Это электрическая лампочка? Или это магическая? Я так и не понял, это средневековье? Ну, исходя из того, что вокруг нас... Ау, блин, больно. Исходя из того, что вокруг нас, то это какое-то средневековье, но... Здравствуйте. Эта штука тоже не агрессивна. Кузня. Кузня. Так. Тогда, пожалуй, я поменяю оружие. Ты же не будешь меня бить? Выглядит, как будто нет. Хорошо. Вот эти предметы, они выглядят тяжеленными, но по механике они такие маленькие, легенькие. Вот, честно говоря, вот это мне не очень нравится. Тут есть молоток, тут есть... Это молоток. Возьми, пожалуй. Приблизить... А, я могу приблизить. Тут есть молоток и тут есть щипцы. Я не знаю, зачем мне это. Ну, возьму, в любом случае, я это могу потом выкинуть. Тут тоже есть молоток, вон есть еще какие-то палки, ведро, наковальня. Я могу наковальню на голову кому-то бросить? Это было бы прикольно, на самом деле. Если тут предметы двигаются именно таким образом. А ящик я могу разбить? Нет, ящик я разбить не могу. Хорошо. Блин, они меня напрягают. Они выглядят как какие-то бомжары. Я не знаю. Мне кажется, что они вообще какие-то то ли зомбаки, то ли еще что-то. Мне стремно с ними находиться. Они еще все ходят с оружием каким-то. Так, ладно. Здесь есть кузня. Здесь были некоторые комнаты, так скажем, с заключенными. Не надо становиться в стойку. Не надо меня бить. Так, тут есть какой-то зал с типа электричеством или магией. Здесь есть комнатка, в которой можно... Что здесь можно? Ха! А это что такое вообще? Что за рыбьи потрошка? Компас! Я взял компас и он у меня появился. Вот это, кстати, круто. Вот это, кстати, круто. У меня есть свечка. Наверное, я смогу ее потом использовать для... для освещения чего-либо. Не знаю. Какая-то бутылочка. Без понятия. Что это бутылочки? Давайте я, наверное, поднаберу. Я не знаю, что это такое. Может, сейчас можно будет прочитать. Так. Почему? Так, свеча. С этим все просто. Компас. Хорошо. Бутылочка. Ага. Тут бутылочка и все, что внутри давным-давно испарилось. А вот ты кто такой? Блин, почему я каждый раз это закрываю? Вот это вот немножечко сделано. Ну, так скажем, неудобно. Глиняная чаша. Ладно. Пусть будет. Я не знаю, зачем я это набираю. Стульчик мы уберем сейчас. Тут есть вот такие бутылки. Просто бутылка, бутылка. Они не разбиваются. Насколько я понял. О, тут ящик. Просто какие-то вещи. Так. А ты кто такой? Да, блин, почему я же поставил правую кнопку, так кликаю? Металлическая тарелка. Ну, смотрите. Я же говорю, из всего того, что я здесь вижу, я делаю выводы, что это некое средневековье. Хотя, на самом деле, кто знает-то, что это такое. Посмотреть бы, что здесь. Так. Интересно, я могу крутить камеру или нет? Давайте я проверю минутку. Ну что ж. Да. Колесико можно покрутить. Окей, мы это выяснили. Хорошо, хоть сейчас я это узнал. Надо было сразу полезть, посмотреть. Лень. Лень. Ребятки, лень сказывается. Ты такой думаешь, да я разберусь, да я тут-сё-то. Заодно я узнал, как разговаривать. И мне сейчас стало интересно. Вон те... ...существа. С ними можно разговаривать? То есть, они ходят с топорами и выглядят очень недружелюбно. Можно ли с ними разговаривать? И нужно ли нам с ними разговаривать о чём-то? Да, у нас тут бутылки с испарившейся всякой всячиной. Я не буду это с собой таскать, наверное. Вряд ли мне это понадобится. Свечка мне может понадобиться, да. Но бутылки вряд ли. И там, кстати, у нас было ещё одно место, куда мы не сходили. Да, поговорить не получается с этими штуками. Я не знаю, они... ...не выглядят... Так, это кузня. Да, это кузня, мы здесь уже были. Окей, пойдёмте проверим то место, в котором мы ещё не были. Я более-менее так на глазочек карту-то запомнил, мне кажется. Хотя... А, ну да, здесь вот эта комнатка, которая... Да, всё-всё-всё, верно. Тут мы компас нашли. Компас. Блин. То есть, такие игрушки, в которых ты полагаешься полностью на свою память, и тебе нужно всё запоминать, они... Вот, например, симулятор медведя был такой. Не знаю, кто помнит эту игрушку. Она была очень классной. Так. Ну, короче, они... Оу. Я же забыл, сюда ещё можно сходить. Точно я дверью в лицо получил. Там внизу есть ещё прохода. Можно зайти сюда. Ну, давайте зайдём сюда. Ты фига... Фига ли ты упал-то, а? Это всё та же кузня? Блин, меха... Да встань! Механики здесь всё ещё, на самом деле, не доработаны. То есть, рэк-долл... Ээээм... Того, что здесь происходит... Не очень... Ну, то есть... Тут, конечно, есть своя физика. Это всё приятно и хорошо. Но... Эээ... Механики требуют... Больше отточенности, так скажем. Так. Ну, что ж. Я видел, я там пропустил парочку проходов. Но я не могу оказаться везде одновременно. Поэтому... Эээ... Журнал у нас есть. Да. Я должен сам сюда вносить какие-то записи, что ли? Ну-ка... Не знаю. Не знаю. Блин! Они... Они меня просто бить начали. Ого, ого, ого. Они меня убьют. Убили. Ха-ха-ха. И они ещё друг с другом дерутся. Смотри. То есть, чувак вдруг прибежал и начал меня лупасить. И... Они ещё друг с другом дерутся. И тут я очнулся на этой же ноте, кстати. Я немножечко не до конца понял. Ну, то есть, я его ударил. Это я видел. И замах он тоже делал. А-а-а... Ох, это тяжело. Это тяжело, учитывая, что тебя бьют. А, кстати, у меня хп-шка-то восстанавливается. Потихонечку просто её стало меньше. И тогда получается неудобно, что на мышку тебе надо и ходить, и драться. Потому что на кнопке ходить здесь абсолютно нереально. Они очень сильно путают. И... Блин, эти твари там до сих пор дерутся. Ха-ха-ха. Давайте я прокручу камеру. Может, кому-то из них помочь? Нет, они где-то там за стенкой дерутся. Тут я ещё и хромать стал. Вообще суперски. Может... Может, мы махать будем? Может, мы махать будем? Ну, блин! Ну, чувак! Ну... Ну, замахни же ж ты! Почему ты только блок ставишь? Блин! А ну ты посмотри! Ну, меня сейчас опять убьют. Да! Тут можно вроде как самому замахнуться на вся эта боевая система. К сожалению... Офигеть, какая кривая! Хе-хе! Я ударил дверь. Ударил запястьем. В общем, творится полнейший предел и садамия. Ха-ха-ха-ха! Мне это больше сейчас напоминает бокс, когда мы уходим в клинч, для того, чтобы избежать каких-то... Опа! Меня опять вырубили. Ээээ... В общем-то. В общем-то. Эээ... Система боевки... Она... Нет, она чисто понятна. Чисто теоретически она понятна. Почему? И она же здесь! Она сейчас меня дальше мочить начнет. Ну, смотри! Она никуда не делась. Я не могу... Ну, то есть, у меня нету времени ни оружку подобрать, ничего. Кулаками пытаюсь ее замочить, и то получается проще, чем... Оп! Это я нарвался. Я не пойму, что это за существа. Почему там они были не агрессивные, здесь они агрессивные. И почему вдруг этот на меня напал? Почему эта начала нападать на всех подряд? У меня очень много вопросов, на которые я не вижу ответов. Много комнат, которые мы с вами прошли, которые в большинстве стоим... Ну, пустые, да. Мы нашли... Этот... Компас. Нашли... Ну, нашли. Нашли факел. Ты эту штуку не можешь взять? Возьми молоток. О, хорошо. ХПшки у нас вообще не осталось. Ладно, фиг с ней с этой... Стерлядью, которая там была. Не, она не нужна. ХПшки у нас осталось меньше половины, опять же. Да, ну чего ты падаешь-то? Ну... Так. А это что-то интересное. Давайте-ка мы... Каталог... Описывает много обычных и необычных растений. Очень детально описывает все эти растения. Трудно представить, почему кому-либо понадобилось... Проводить такие бесполезные заметки. Растения. Это интересно. Это я трогать не могу ничего. Также я пытался поговорить с кем-то. Кстати, у меня это не получилось, к сожалению. Так, у нас тут есть лопатка. Уж не знаю, чем она мне поможет или не поможет. Ну, я... Все предметы, которые хоть чуть-чуть выделяются, хоть чуть-чуть необычные, я их стараюсь подбирать. Да, это еще одна лопатка, она мне не нужна. Интересный данж. Но вот говорят, что плюс этого данжа в том, что ты сам фактически выбираешь, с какой силой тебе кого-то бить. А, это броня, кстати, наверное, да? Я могу обкрасть этого человека. Ну, куртку я у него заберу. Блин, оно прибежало! Беги! Я промазываю. Учитывая, как они долго друг другом иссили, кстати. Хо-хо-хо! Я ее убил! Я ее убил. Ну, по звукам это было существо женского пола, я не уверен. Бежим! Блин, там пещера какая-то. Я без понятия, что здесь происходит сейчас, офигеть. Есть другой путь наружу. То есть, это явно не путь наружу. Это... Хотя... Понятно. Спасибо. Эта игрушка довольно интерес... Ты же не будешь... О, это не агрессивная. Пока что. Мне кажется. Тут еще есть куча... Куча дверей каких-то. Я пока разбирался. Потерял, по-моему, слишком много хп-шки. Тут еще два человека. У чувака ключ? Поговорить я... Или это не ключ? Это что это вообще у тебя такое? Ну, выглядит как какой-то ключ. Не знаю. Это какие-то неписи. Это вообще... Что здесь происходит? А, я не могу туда пройти. И отложить я это тоже никак не могу. Потому что... Ну, я с этой стороны. Я понял. А, по идее, должен быть какой-то путь. Окей. Окей. Тут что у нас? Тут лестница. А как мне? Я не знаю, как мне забраться по лестнице. Пойдемте еще поисследуем. Тут бесконечное количество дверей, на мой взгляд. Опа. Трупешники. Боты, кстати, наверное, получше, чем мои. О, на них даже эти есть. Да. Я их одену. Зеленые штаны? Да, пофиг. Давайте одену. Эти штаны мы... Э, 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 э. Я отдать их не могу? Ладно, пофиг. Давайте так ходить. Это я себе какой-то, получается... Ай, блин, я перецепился через него. Я себе какой-то лут нарыл, да? Да, что ж ты закрываешься-то правой кнопкой? Бутылка. Просто бутылка. Ладно, пофиг на нее. Э, 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 проходи, проходи, чувак, проходи. Саперта. Понятно. Ха-ха-ха. Он просто такой, как кулек, берет такой чпунь и падает. Ха-ха-ха. Так, тут... Тут у нас ходит чувак. Тут у нас лежат два трубца. Молодца. Э, э, здесь дверь, я так понимаю. Привет! Ты со мной разговариваешь? Ты кто? Э, э, я просто фермер. А что ты тут делаешь? Э, э, мне... На меня напали бандиты, они меня грабили, а потом бросили меня здесь. Э, э, это кажется очень жестоко. Э, э, я не причинял никаких проблем. Как ты сюда попал? Ты можешь выбраться? Э, э, я точно пытаюсь выбраться. Ха-ха-ха. А что насчет мертвых? Э, 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 меня не... Меня больше, э, меня больше заботит некромансер. Значит, то были зомбаки, я был прав. Э, 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 они не выглядят очень уж агрессивными, я постараюсь их избегать. Не выглядят агрессивными, блин? Там были двое, которые были очень агрессивные. Э, 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 если они станут у меня на пути... Так вот, да, меня больше волнует некромансер. Э, 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 ну, если есть, э, не, жизнь, значит, есть и некромансер. Неподалеку. Э, возьми меня с собой. Э, э, я сам не выберусь. Э, 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 да, давай, чувак, я тебя возьму с собой. Вот, а вдруг ты драться умеешь? Но у меня все, что есть, это эта палка. Э, э, ты можешь, э, драться? Э, 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 мой папа был солдатом, он пытался меня научить. А что насчет тебя? Э, 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 э... Я должен признать, что я достаточно бесполезен сам по себе. Э, 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 э... давай вот и скажем я реально такой нам стоит осмотреться мой папа и что лучше а что лучше найти хорошую бронь кстати я нашел неплохой броню я думаю да скажи мне если ты найдешь тот полезный теперь пойдем очень детальная роспись ну и очень детальный доклад о разных материалах которые были доставлены и забыл вывезены записи и некоторые заклинания выглядят очень полезными то что вы каком выводу вы приходите что даты и формат не имеет никакого смысла интересные кино минуточку а я могу пока что единственное что меня напрягает то есть исследование мне нравится который здесь проходит меня напрягает что мне так мало жизни и что будет со мной когда меня убьют до конца я уверен что это случится учитывая то как я дерусь так да есть андеты если есть андеты значит есть некроманцер это очень плохой выход который мы можем прийти вы же не агрессивные не агрессивные я пойду с этим дружище ну-ка я могу с тобой а я могу с ним еще поговорить так как ты справляешься все в порядке хорошо я очень за тебя рад черт а вот сейчас я начал теряться в карте потому что я стала слишком много я не знаю кстати стоит ли мне бегать блин там комната но я не хочу натыкаться на этого зомбоящика ой тут две двери черт я что-то прозевал одну а ты чё такое я могу тебя поднять о а ты просто доска я тебя помню а ты чё перчатки супер я нашел перчатки я себе потихонечку армор делаю короче жилетку сапожки перчатки неплохо неплохо блин андет уйди пожалуйста то чтоб тебя андет это вот этот дальний докторы а он его убил он его убил офигенчик чё андета есть да ничего такого в общем если к ним прикасаться то они опасны он встал минутку кто меня сейчас бьет это мой а он его укусил что ли я тут превратился в андета это так работает чёрт я думал у нас тут ситуация с некромантом поэтому я не подумал что укус зомбоящий пока будет а и он не убьет щас убил милочку я правильно понял что мой друг убил андета или это андет убил моего друга я я точно сейчас не разобрался в ситуации как это все произошло я мертв выход просто выход да и тут нету континью здесь есть просто начать сначала если мы начнем сначала ага у нас есть христианин или есть неизвестный минуточку так это рогалик это получается у нас рогалик то есть каждый то есть ты будешь до имя ну допустим то 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 пофиг я просто хочу посмотреть как это сейчас будет выглядеть исходя из того что они здравствуйте исходя из того что я не увидел ни одной хилки возможно я просто не знаю как они выглядят или как здесь хилиться я полагаю что кстати у него вес есть я полагаю что на это и рассчитано что ты будешь ходить исследовать каждый раз все больше запоминать карту карта то остается одинаковая да я так вижу давайте посмотрим карта на мой взгляд остается такой же ты запоминаешь больше и каждый раз проходя все дальше и дальше ты открываешь для себя какие-то новые вещи а там заперто кстати то есть можно пройти здесь иди-ка сюда когда да 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 карта та же самая комнаты те же самые ты начинаешь каждый раз того же помещения но на этот раз у нас мы встретили христианина и у нас появилась опция быть христианином когда мы респаунин ся черт она меня нападать не будет не будет я просто повалил с ног да это все тот же чувак которого я тогда тут встретил и точно так же с ним тут потом обнимался игра полностью себя повторяет то есть я же говорю это на мой взгляд тогда рогалик здесь будешь умирать и будешь умирать много пока ты в конце концов не выяснишь все тайны этого подземелья и пока ты его не пройдешь это интересная концепция смотрите ребят то что мне здесь пока что не нравится то как работает ragdoll то есть некоторые вещи которые должны быть тяжелыми они не тяжелые то что мы идем и человек просто спотыкается объявные вещи какие-то там ступеньки вот как сейчас например ну давайте вспомним как это работает хотя бы в других игрушках где ты наступаешь на бордюрку и у тебя персонаж моментально поднимает ногу и типа становится на эту бордюрку здесь же как будто я вожу куклой по полу то есть он не соображает что надо переступить он спотыкается падает на ровном месте вот это вот немножечко не доработано я очень надеюсь что к релизу это исправят во первых во вторых боевая система очень круто то что они сделали что теперь мышкой нужно вот так вот ну как бы открывать двери делать замахи и всякое такое это очень крутая механика мне она нравится но также ты же на мышку и ходишь и на мышку ты делаешь замахи и на мышку на мышку на мышку получается она перегружена вот у тебя одна система отвечает за несколько действий им от этого получается некоторые проблемы я думаю что если это то есть ходить можно и на кнопки да но это офигеть как криво вот если пытаться ходить на кнопки ты повесишься через две минуты это так не работает вот поэтому или пусть исправит ходьбу на кнопки или пусть по крайней мере если ты там находишься в режиме сражения пусть немножечко распределяется опции потому что мышкой одновременно и ходить и делать правильный замах и контролировать все чтобы получать ну не знаю у меня пока не вышло может есть ребята которые научились возможно я просто не ходил не смотрел ни одну серию не на ютубе ничего как это выглядит возможно есть ребята которые приловчились это делать я просто такой профан я это абсолютно не отрицаю я вот зашел буквально второй раз в игру да кстати вот компас и мы его сразу получаем вот есть есть очень много плюсов есть очень много плюшек которые здесь вижу здесь есть дофига потенциала как игра говорит что есть потенциал в игроке так я говорю что есть огромный потенциал в игре и я надеюсь что это когда-то доделают что это когда-то допилят это будет более играбельно на тот момент как она сейчас я же говорю сейчас это все выглядит как рогалик рассчитаны на то что ты будешь проходить много-много раз каждый раз запоминаю все больше и больше заходить дальше и дальше пожалуй кстати в этом туалете я не был вот и он на меня сразу нападать начал иди нафиг вот тут я не могу пройти не потому что но потом не потому что я не могу пройти потому что рэкдол такой потому что он цепляется за все что попало вот он там зомбаки подраться собрались смотрите один ломится в дверь с другой стороны этот подраться подошел начал типа чуть-чуть этом творится вот некоторые зомбаки агрессивные некоторые нет пока что для меня самым большим дел брейкером является боевая система она чуть-чуть она слишком сложные поэтому она чуть-чуть не допилена на мой взгляд если бы у меня была какая-то альтернатива дайте мне там например хочешь вручную произвести завод кстати вот эту книжечку мы же не читали этот у нас страничка заказов рабочих выглядит так как будто очень много людей были вовлечены в выполнение этих заказов большинство имен очень странные и много вещей описываются словами которые вы никогда не слышали очень круто то есть это кузня и тут делали какие-то странные вещи вот такой вот не всегда можно заметить то есть вот это максимальное приближение которое есть и вот например те же самые перчатки многие вещи я понимаю что это все очень хорошо влияет на атмосферу что все такое серое сливается все дела но иногда очень трудно что-то заметить как например сейчас вот вот и кто такой ручная пила я подумал что это мачете на самом деле ручную пилу можно взять в руку как ни странно я был бы не против найти наверное какие-нибудь хилочки и чтобы чуть подольше следовать подземелья хотя я уже говорю я понимаю что смысл в другом смысл в том чтобы раз за разом дохнуть и проходить все дальше зная уже пройденный этап и как это все правильно избежать и все на всякое такое смотрите ребят эта игра она у меня куплена в стиме я буду смотреть за ее развитием если будут приходить какие-то апгрейды или если она релизница я очень надеюсь что она релизница и тут очень некоторые вещи допилят то мы естественно с вами будем продолжать играть пока что я не могу сказать что это полноценное прохождение давайте сделаем это пока что посмотряшку давайте глянем так скажем вот выпустим сейчас вот эту одну серию посмотрим как она пойдет дальше я буду следить за за развитием этой игры и я практически верю что мы к ней позже еще вернемся вот а пока что наверное на этом серию закончим пока нас никто не побил никто не покалечил у меня будет целый персонаж я сейчас выйду я надеюсь оно все сохранится ровно на том же моменте где оно есть тут посреди кузни этой так что все ребятки спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем покеда и и Субтитры сделал DimaTorzok